Девушки отдыхают Но их надо уничтожать так же тщательно, как их создавали. Мы не просто так выкидываем металл. Суперсооружение. Нарезка крупного металла. Капитан выключил сигнал «Простегните ремни» и теперь можно вставать с места. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили свои вещи на полках, поскольку этот самолёт будет уничтожен. Продолжительность жизни такого Боинга 747 — тысячи часов полёта. Или, по человеческим меркам, около 52 лет работы. Конечно, он готов уйти на пенсию. Каждый год около 450 подобных самолётов совершает последнюю посадку. Десятки прибывают умирать сюда. В Международный авиацентр Розуэлла на юго-западе Америки. Я помню, как в первый раз привёз сюда внуков. И потом, когда их спросили, хотели бы они поехать в Диснейленд на весенние каникулы, они единодушно заявили «Нет, мы хотим опять к деду смотреть, как ломают самолёты». Том Стюарт, президент Стюарт Индастрис Интернешнл. Я люблю своё дело. Я ломаю вещи. Какому парню это не понравится? Мы берём самолёт, уничтожаем его, и за несколько часов делаем из него пивные банки. То, что начиналось, как пивные банки, стоимостью четверть миллиарда долларов, может стать деталями и ломом стоимостью 7 миллионов долларов. Сегодня они превращают в лом монстра. Самый крупный коммерческий грузовой самолёт. Грузовой Боинг 747. Он настолько большой, что внутри одного крыла могут поместиться 45 средних автомобилей. А весь самолёт почти вдвое длиннее расстояние первого полёта братьев Райт. Большая часть его веса – это алюминий. 68 тонн. Достаточно, чтобы построить почти 450 средних автомобилей. Каждый день мы используем переработанный металл. И не весь он получается из пивных банок. Так как же такую громадину уменьшают доземных размеров? Чтобы переработать целый самолёт, нужно около 60 дней. С момента, когда он прибывает, до дня, когда он превращается в лом. И каждый шаг тщательно спланирован. Первый этап – так называемый процесс демонтажа. Самолёт потрошат, пока не останется лишь оболочка. Роман Виджил, менеджер по демонтажу. Это Боинг 747. Грузовой самолёт. Команда из 4-6 человек демонтирует один самолёт за 3-4 недели, в зависимости от его размера. По сути, мы занимаемся тем, что вытаскиваем из самолёта всё не металлическое. Металлическая оболочка в итоге будет расплавлена. Но её нужно как можно лучше очистить от других материалов. Они вытащили все внутренние панели. Мы вытащим весь изоляционный материал и готово. Мы загрузим его в мусоровоз и увезём на свалку. Он не представляет для нас ценности. Около 20% самолёта идёт в мусор. В основном изоляция и пластмасса. Остальное перерабатывается. Ещё до начала разборки грузовой самолёт уже является большим пустым корпусом. Но вы удивитесь тому, что команда «Романа» может утилизировать погрузочная система, гидравлические системы, инструменты из кабины. Практически всё, у чего есть номер деталей и серийный номер. А в 747-м – 6 миллионов деталей. Чтобы добраться до некоторых частей, приходится работать в пространстве размером со шкаф. В эпоху терроризма вход в большую часть отсеков самолёта запрещён. Но «Роман» проводит частную экскурсию. Большая часть иллюминаторов сделана из плексигласа, так что обычно их демонтируют. Но кабина экипажа сделана из стекла. И оно ценно. Такое окно стоит производителю 50 тысяч долларов. Вот это стекло, его, наверное, очень трудно вытащить. И оно весит примерно от 90 до 130 килограммов. Вытащить его нелегко, потому что оно высокло, и осторожно спустить его тоже иногда непросто. Окно будет извлечено целиком. Его отправят на реконструкцию, а затем установят в другую кабину. В самой кабине почти всё используется снова. От кресел до инструментов. Бортинженер сидит здесь. Он отвечает за топливо. Это указатель уровня топлива. Он показывает, какое топливо в баке. В зависимости от модели, у 747-го от нескольких сотен до тысячи ламп измерительных приборов и переключателей. В следующий раз, когда будете смотреть боевик, где герой пробирается по внутренностям самолёта, сравните его с этой теснотой, в которой работает команда Романа. Это передний и нижний грузовой отсек. По сути, под главным грузовым отделением. Внутри самолёта находится система герметизации, обогрева и охлаждения, и это воздуховоды оттуда. И это не металлические детали, которые пойдут в мусор. Здесь, около нашей мастерской, мы вытащим всё, что сможем, вплоть до шасси. Шасси будут почти последними. Теперь самолёт, наконец, готов к измельчению. Команда называет это калибровкой. Самолёт нарезают для переработки. Из двух измельчителей, тот, что крупнее, откусывает огромные куски. Тот, что поменьше, расщепляет крупные куски на мелкие части. Вес каждого измельчителя составляет лишь долю веса этой туши, но у обоих мощные челюсти. Это крыло кажется невесомым, но оно весит 43 тонны. Столько же, сколько 23 автомобиля. В крыльях нет горючего, но ещё могут оставаться пары топлива. Поэтому они открывают все вентиляционные клапаны и заглушки, чтобы пары вышли. Иначе придётся тушить пожар. То, что кажется хрупким, настолько прочно, что выдерживает десятки тысяч взлётов и посадок. Боинг 747 сделан из высокопрочного ячеистого материала Номикса. Подобный материал используется в бронежилетах. Алюминий настолько прочен, что четыре упаковки по шесть банок удержали бы небольшую машину. Высокая прочность плюс легковесность делают алюминий вторым по частоте использования металлом в мире. Если бы весь этот алюминий заменили сталью, вес металла увеличился бы вдвое, и взлёт стал бы невозможным. В Великобритании каждый год перерабатывают почти полмиллиона тонн алюминия. Этого хватило бы на шесть лишним 1747-х. Здесь они утилизируют каждый кусочек, какой возможно. Всю электропроводку удалят прежде, чем самолёт превратят в лом. В 747-м содержится 274 километра проводки. И вся медная. И стоит она даже дороже алюминия. Я знаю, что один раз цена почти дошла до 4 долларов за килограмм проводки. К моменту, когда его команда закончит, могло бы получиться проводки больше, чем на 7 тысяч евро. Я был авиамехаником почти 20 лет. В этом бизнесе около шести. Приятно смотреть, когда чинишь их, и когда они улетают. Но мне также нравится смотреть, как их перемалывают. Это тяжёлая и потная работа. Ртуть может испаряться при 45 градусах. Летом я слышал, на бетоне можно поджарить яичницу. Так он нагревается. Время от времени у меня бывает возможность работать с небольшим самолётом в ангаре, но чаще работаем снаружи. В ангаре бывает жарко по другой причине. Это легендарное место. Возможно, это самый известный ангар в мире. Если в поисковике Google набрать слова «ангар 84», то найдёте этот ангар. Говорят, что именно сюда привезли пришельцев вскрушение космического корабля, которое якобы произошло здесь 4 июля 47-го года. Военно-воздушные силы сообщили, что упал метеозонд. Конспирологи говорят, это был НЛО. Каждый год 4 июля население этого городка почти удваивается. У нашего ангара паркуются всевозможные трейлеры. Люди приезжают посмотреть, собирается ли возвращаться корабль-носитель. Вот что на самом деле хранится в этом ангаре под номером 84. Все детали, которые они вытащили. Всё здесь из аэробуса. Это ведь самолёт, демонтажем которого мы здесь занимались. Эти детали называют ротируемыми комплектующими. Их можно снова использовать в другом самолёте. Дальше это из Боинга 727. В небольшом самолёте может быть 300 заменяемых деталей. В 747-м больше 2000. Это делает этот ангар золотой жилой. Ежедневно здесь находится оборудование на миллион долларов. Компания ремонтирует детали и продаёт их через интернет. Когда мы снимаем деталь с самолёта, мы прикрепляем к ней бирку, на которой указываем, с какого она самолёта, кто её вытащил и когда. Думаю, можно узнать все её истории с помощью номера деталей и серийного номера. Роберто Ледвик, инспектор деталей. Среди тысяч ротируемых деталей, которые проверяет Роберто, есть и самая известная деталь любого самолёта. Вот это чёрный ящик. Некоторые записывают разговоры в кабине, другие записывают данные о полёте. Реконструированный ящик стоит около 10 тысяч долларов. Он записывает всю информацию о том, что происходит в самолёте с двигателями, с положением самолёта. Вся информация хранится здесь, в этом приборе. Чтобы разгадать тайну крушения, следователи пытаются извлечь чёрный ящик. Хотя на самом деле он и не чёрный. Через три часа после начала работы измельчители закончили свою трапезу. Мы берём 40-60 самолётов в год, в зависимости от их размера. В прошлом году мы переработали около 85 самолётов. Думаю, последние два года мы были одной из крупнейших компаний, перерабатывающих самолёты. Для лёгкого алюминия может быть довольно тяжёлая цена, до полутора долларов за килограмм. Более 100 тысяч долларов за целый Боинг 747. Металлические детали пойдут под пресс, а затем их увезут на переработку. Большая часть окажется в Китае. Они берут лом и делают из него детали, которые опять продают нам. Переработанный металл может оказаться на другом самолёте или в автомобиле. Возможно, вы ездите на металле, на котором когда-то летали. Два транспортных средства в одном. Я не перестаю радоваться, когда мы привозим группу людей, которые хотят купить самолёт у одного из наших покупателей. Мы привозим их сюда, и они выходят из машины с камерами, когда мы крушим самолёт, и стоят там 20, 30, 40 минут. И все, как большие дети, толкают друг друга локтями и говорят, «Ты только представь, только посмотри». Когда самолёт из Кромсона? Как весь этот лом превращается в новый металл? Окольными путями. Он оказывается более чем в 2000 километрах отсюда, во Флориде. И всё начинается с другого измельчителя, другого транспорта и другого крушения металла. Женщины, благодаря которой это становится возможным. Лиза Мэтьюс, скопчик лома, Уан Стилл. Лиза путешествует по всей Флориде в поисках лома. Мы занимаемся автомобилями, грузовиками, полуприцепами, рельсами, поездами и всем остальным металлом. Однажды она нашла даже военный бомбардировщик. Наша задача — закупить около 1000 тонн в день. Это эквивалент 500 автомобилей. Сегодня она перевыполнит свою норму благодаря неожиданному клиенту. US Sugar — крупнейший производитель сахарного тростника в Америке. Они выращивают более 600 тысяч тонн в год. Около 10 килограммов на каждого мужчину, женщину и ребёнка в Великобритании. Много сахара для перевозки. Поэтому у них есть своя рельсовая дорога. Это крупнейшая в мире частная сельскохозяйственная железная дорога. Им принадлежит почти 200 километров рельсов, 14 паровозов и больше 900 вагонов. Все перевозят сахарный тростник с поля на завод. Но они занимаются не только сахарным бизнесом, но и переработкой. Товарные вагоны этой сахарной компании живут в среднем 40 лет. Но эти вагоны — крепкие орешки. Вот этот служит с 1929 года, а этот — с 1941. Оба начали свою работу, когда по железным дорогам перевозили не только грузы Америки, но и самих американцев. Теперь они в конце своего пути. Но прежде чем Лиза сможет увести этот мегалом на переработку, его нужно сделать удобоваримым. Эшли Джордж Дэвид Джордж Переработчики металла Эшли Джордж занимается металлоломом всю свою жизнь. Каждый год он разрезает около 150 товарных вагонов для местных железных дорог. А сегодня он и Дэвид покажут лучший способ это сделать. Сначала разрезаются тонкие прутья, которые соединяет вагон с колесной парой. Прутья, которые надо разрезать, находятся внизу. Вот здесь. Видите, они идут назад к колесной паре. Нам надо их разрезать, и тогда вся верхняя часть будет отсоединена от колес. Затем вагон снимается с колес. Этот вагон весит на 50% больше, чем погрузчик. Но это не проблема. Теперь Эшли нужен агрегат, который сможет превратить 18 тонн металла в лом. Катерпиллер 322 настолько велик, что необходимо особое разрешение, чтобы везти его по общественным дорогам. Он весит около 36 тонн. В два раза больше таверного вагона. У него сверхширокий гусеничный ход для устойчивости во время работы. Металл против металла. И это не соревнование. Эта режущая часть разрежет сталь в 5 сантиметров толщиной, как ножницы бумагу. Этот погибающий вагон заслуживает хвалебной речи. В США на каждые 230 жителей приходится один грузовой вагон. В Великобритании по грузовым путям каждый год провозят почти тонну товаров на каждого мужчину, женщину и ребенка. В мире целые страны остановились бы без таких вагонов. С этим измельчителем Эшли может резать около 25 тонн металла в час. Оба вагона за одно утро. Эшли отвезет этот лом на свою механическую свалку и разрежет на мелкие куски, прежде чем отвезти его в компанию Лизы для дальнейшего измельчения. И помните, сегодня Лиза перевыполнит свою норму. Потому что железные дороги перерабатывают не только вагоны. Джуди Санчес, директор по связям с общественностью US Sugar. Когда мы модернизируем пути, старые рельсы можно отправить на переработку. Лиза только что купила около 80 километров изношенных путей. И угадайте, кто получает контракт на их резку. Эшли и сыновья. Прежде чем рельсы скормят металлодробилки Лизы, их нужно разрезать на удобо варимые куски. Эта горелка режет при температуре 3,5 тысячи градусов. В 10 раз свыше температуры вашей кухонной печи. Вы удивляетесь, почему Эшли не использует здесь свой измельчитель с челюстями тираннозавра? Потому что в режущей головке установлены самые дорогие ножи, что вы когда-либо увидите. Почти 3 тысячи евро за набор. Эти ножи проживут наверное 3 месяца. Это если резать 100 тысяч тонн в день. Потом их можно 4 раза переворачивать. так что они простоят примерно около года. Ножи на режущей головке еще новые и острые. Вагоны и все, что мы режем, не затупляют ножи. Но когда ножи уже затуплены, тогда мы можем резать рельсы и все остальное, потому что тогда мы уже не беспокоимся о ножах. Сейчас Эшли еще может многое резать своим тираннозауром. Покрышки не повредят лезвия. еще металл для дробилки лизы. Трубы нефтяной скважины. Толщиной почти 2 сантиметра они перекусываются как зубочистки. и еще металл. Как и товарные вагоны, рельсы поддерживают мир в движении. И они тоже предназначены для супер дробилки Лизы. Это хороший улов для скупщика лома. Но для лома измельчение только началось. Первая партия от Эшли прибыла в металлодробилку Лизы. Каждый из измельчающих молотов весит около 200 килограммов. Всего 14 молотов. при такой отличной способности к измельчению у него отличный аппетит. Машины, холодильники, стиральные машины. Все возможные вещи. Джо МакГав, менеджер завода. Супер металлодробилка никогда не теряет аппетита, но предпочитает умеренные порции. не слишком много или будет перегруз и не слишком мало, иначе упадет производительность. Если у меня на дробилке появляется свободное место, где ничего нет, она неожиданно замечает машину, обороты двигателя дробилки взлетают, как и мои счета за электричество. У двигателя дробилки такой же характер. Джо вычислил идеальную нагрузку от 50 до 65 процентов его полной мощности. Мы не хотим нагружать его на все 100%. Мы знаем, что довольно сильно напрягаем двигатель, что получаем его хорошую производительность. А благодаря точному управлению потоком лома, Джо может использовать его для измельчения. мы стараемся, чтобы контейнер был полным, чтобы не только молоты дробили, но и сами обломки в дробилке резали обломки. Это гораздо эффективнее. Норматив выработки дробилки 136 тонн лома в час или одна машина каждые 50 секунд. Каждая минута простоя стоит денег. Поэтому Лиза постоянно ищет лом, чтобы прокормить дробилку. Один из ее клиентов поставляет другой вид металла. Билли Глек автозапчасти Глека. За один год Америка превращает в лом 14 миллионов транспортных средств. Это примерно одна десятая автопарка страны. И почти все они перерабатываются. Билли Глек перерабатывает около 50 машин в день. Это одна машина каждые 12 минут. Но начинает он с медленного процесса «бери и плати». В течение месяца покупатели могут перевирать машины и покупать любые детали, какие захотят. Подержанные детали, по крайней мере, вдвое дешевле новых. То, что осталось, разбирается командами Билли. Как вот эта груда железа, над которой они работают сегодня. Сначала они вытаскивают алюминиевые детали, радиатор и конденсатор и части электропроводки, как те команды, которые разбирают самолеты. Дальнейшее напоминает удаление зуба без наркоза. они извлекают двигатели и трансмиссию, сделанные из железа и алюминия. Некоторые детали удалить легче, чем другие. И последняя стадия. прессование. Машина проходит его одна за другой, но это приносит большую прибыль. Лома, перерабатывающая промышленность США, получает треть своего железа и стали от таких переработчиков авто, как били. Их прессуют и складывают как блины для легкой перевозки к супер дробилке. но весь этот алюминий ждет другая судьба. С ним происходит то же, что с алюминием в Розуэлле. Это печь для вытопки. Для плавления алюминия в ней поддерживается температура 870 градусов Цельсия. Три раза выше, чем в домашней печи. Билли готовит следующую порцию лома. Для своего легкого веса алюминий ужасно прочный. Пивная банка, которую раскопают через 100 лет, возможно, совсем не изменится. В природе может понадобиться 200 лет, чтобы разрушить алюминий. Плавка алюминия удаляет примеси излома. За следующие 10 минут он расплавится. И когда он расплавится, в этой приемной камере будет примерно 2700 килограммов. 2700 килограммов! Чтобы вылить расплавленный алюминий, у Билли есть своя миниатюрная железная дорога. Это четыре формы. Они одинаковые. Мы сцепляем их паровозиком, протыкаем дырку в пробки, и алюминий начинает выливаться. Алюминий это терминатор металлов. Сколько его не перерабатывая, его нельзя уничтожить. Почти две трети алюминия в новом автомобиле из переработки. Когда каждый из форм наполняется, мы просто переходим к следующей. печи каждой форме содержится четверть содержимого печи. За ночь алюминий остынет, и его можно будет вытаскивать. Билли накапливает по меньшей мере 18 тонн алюминия, около 27 слитков, прежде чем отправить их покупателям. От инструментальщиков до производителей двигателей. Покупатели предпочитают слитки необработанному лому, так как это чистый продукт, с которым уже можно работать. Об автомобилях такого не скажешь. В них содержится не только металл, и иногда они могут взрываться. 3, 2, 1. Поэтому перед переработкой, даже перед измельчением, машины проходят своего рода обезвреживание. Британцы и американцы по-разному не только пишут и разговаривают, но и работают. Для этих ребят обезвреживание целая наука. Это мастерская недалеко от Бирмингема в Англии одна из полутора тысяч мастерских по всей стране, которые называются станцией конца жизни автомобилей. Хорошее название. Именно сюда вашу машину привозят на кремацию. Найджел Дафф, управляющий директор Vortex DePollution. Найджел сконструировал установку для обезвреживания. Это, возможно, самая современная установка на рынке. Она увеличивает время полезной работы. Роб Тейлор обучает всех техников станции конца жизни на оборудовании Найджела. Роб Тейлор коммерческий директор станции конца жизни машины. Когда делаешь машину, у тебя есть все инструменты, чтобы работать над этой конкретной машиной. Нам удалось создать инструменты, которые подходят ко всем типам машин, ко всем случаям, так что очень сложно работать, когда нужно учитывать все возможные варианты и модели машин. С командой из двух человек эта мастерская может справиться с 40 машинами в день. Это 12 минут на машину. И сейчас он подвергнется испытанию. в этом бизнесе важна каждая секунда, потому что Роб скармливает свои машины ненасытному клиенту. Дробилка глотает машины со скоростью 200-300 в час. Здесь проблемное место между поступающими и выпускаемыми машинами. И задача в том, чтобы делать это как можно быстрее. Для обеспечения безопасности первый шаг в обезвреживании очевиден. Удаление источника электричества. Это делается с помощью ножа для проводки. Затем можно вытащить аккумулятор. Перерезанная электрическая цепь не дает подушкам безопасности сработать случайно. Подушки безопасности это весьма хитроумные штуки. К ним нужно относиться с уважением. Потому что были случаи, когда люди получали серьезные травмы при их срабатывании. По закону мастерская должна нейтрализовать все подушки безопасности, потому что в них есть заряд взрывчатого вещества. Кроме того, взрывчатое вещество некоторых подушек очень токсично, и мы вовсе не хотим пропускать его через металлодробилку. Единственный способ нейтрализовать подушку сделать так, чтобы она сработала, потому что при этом задействуется все взрывчатое вещество. Большинство подушек имеют электронное управление, поэтому, чтобы они сработали, нужно напряжение. Затем они подсоединяют контролеру срабатывания подушек устройство с лучшим названием в мастерской. Автобум. Все опасные вещества должны быть удалены из машин, а это значит, что из амортизаторов надо удалить масло с помощью этого инструмента. Амортизационная стойка действует как резервуар. Когда в стойке пробивает отверстие, она герметизируется, образуется вакуум, где ничто не движется. Найджел изменил инструмент, чтобы можно было накачивать в стойку воздух, и жидкость могла вытечь. Вот так. Теперь автомобиль готов отправиться на высокую установку. На этой установке команда сливает масло из двигателя, удаляет охлаждающую жидкость из радиатора и, конечно, сливает бензин. вот так, ни капли жидкости. Теперь они могут отправить машину в металлодробилку, но не так. Спрессованный седан займет гораздо меньше места в грузовике. за один год в мире утилизируется более 25 миллионов машин. Цепь из этих машин могла бы почти четыре раза обернуть землю. В обычной машине на алюминий приходится меньше одной десятой всего веса, но составляет около половины ее лома. И почти весь алюминий перерабатывается. Металл в машине очень ценный и почти каждый автомобиль будет утилизирован. Поэтому автомобиль это самый перерабатываемый в мире продукт. После чистки машина оказывается в металлодробилке, такой, как это в Элси. По всему миру эта компания утилизирует почти 12 миллионов тонн металла в год. Достаточно, чтобы построить больше 11 миллионов машин. Внутрь идет целый автомобиль. Металл, пластик, стекло и пенопласт. Благодаря технологическому прогрессу на этом заводе все эти материалы могут отделяться после измельчения, что избавляет от необходимости длительной предварительной сортировки. Но как тот алюминия во Флориде, часть лома попадает в металлодробилку уже в виде чистого металла. Например, так. здесь, на окраине Ковентри, компания собирает чистый лом на автосборочном заводе. А это совсем рядом. мы не просто так выкидываем металл. Донован Харпер, управляющий утилизацией завода Лендровер. Они перерабатывают здесь лом с первого дня. Более 60 лет. В Лендровере содержится около двух тонн стали. И в каждой машине переработанная сталь. Ведь применение старой стали требует меньше энергии, чем добывание руды из-под земли. Большая часть стали отливается в виде крупных цельных панелей. Каждый день штампуется более 4000 таких панелей. Это внешняя оболочка двери. Все начинается с куска листовой стали. Ее режут, сгибают и придают нужное положение для придания формы. Мы режем и прокалываем эти отверстия. Обломки металла, которые остаются после этого и падают под пресс, собираются и отправляются на переработку. Это как делать пончики. Вы сделали тесто, раскатали его. Это наша заготовка. Берете резчик, нажимаете, получаете пончик. А лом плавится, возвращается в виде другого листа стали, другой заготовки из теста и снова нарезается. Лом бывает двух видов. Старый, и новый. Это новый лом отхода производства. Такой чистый, что может отправляться сразу в плавильную печь почти без подготовки. Так что предпочитаем перерабатывать именно его. Мы не хотим перерабатывать то, что приходится покупать. И такой лом идеален для переработки. Он чистый, как говорят, предварительно очищенный. В нем нет примеси никакого другого металла или еще чего-то. Он выходит в виде чистого бросового продукта. Ведь отходы для нас это продукт, и его можно сразу перерабатывать. Но это как и вообще утилизация. Чем лучше сможешь провести очищение на этапе производства, тем проще будет перерабатывать. А чем проще перерабатывать, тем больше людей будут этим заниматься. Кузнечный цех работает круглосуточно, так что они никогда не перестают производить лом. Как и станция, производящая очистку, они прессуют свой лом перед тем, как отправить его. У нас соотношение веса в каждом грузовике где-то 3,7 к 1. Что значит, что на каждый грузовик, который я отправляю, я должен привезти 3,7 сюда. Это очень много километров и очень много вредных выбросов. За один год они отвозят к дробилке около 800 грузовиков лома. И они перерабатывают не только сталь. Я здесь уже 33 года. Если честно, первые 25 лет мы были обществом одноразового использования во всем, кроме металлов. сегодня подавляющее большинство всех отходов, не только металлических, обрабатываются, если надо, а затем уничтожаются, либо отправляются на переработку. Это касается картона, бумаги, алюминиевых крышек. Нас можно представить как современных рудокопов. Хотя горнодобывающие компании по всему миру раскапывают землю и достают материалы из-под земли, а мы выходим и добываем материалы на поверхности, вещи, которые остались после людей. Мы берем эти материалы, восстанавливаем их, и к концу дня из этого получаются деньги. И в конце концов это будет переработанный материал, который поддерживает развитие мира, в противоположность свежему материалу, добытому из-под земли. Возможно, перед вами шахты будущего, где руда никогда не заканчивается. Каждое транспортное средство когда-нибудь умрет, но их души будут возвращаться в других телах. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Радик Мухаммедзенов. Продолжение следует...